Приветствую вас, и первое, о чём нужно сказать, это о том, хочет ли человек научиться общению, как вы говорите. Ибо бывает такая интересная, на мой взгляд, ситуация, когда человек не хочет учиться чему-либо, ну, вот, его, грубо говоря, заставляют это делать, его, грубо говоря, принуждают это делать, а он не хочет это делать, ему это вообще неинтересно, вот. И возникает, собственно говоря, конфликт. То есть, пытается помочь человеку, а ему-то это, как бы, не надо. Поэтому, сперва, нужно определить так, хочет ли сам человек научиться тому, что вы предлагаете. Вообще, интересно ли это ему. Далее, что он готов сделать для этого сам? Готов ли он что-либо делать для этого? Интересно ли ему это? Вот. И, собственно, его мотивация. Вообще говоря, это важно. Далее, для чего вам то, что вы хотите ему помочь? То есть, зачем вы хотите ему помочь? Для чего вы хотите ему помочь? Ага. С какой целью вы хотите ему помочь? Понимаете? О. Это важно. Важно для того, чтобы вы сами понимали, к чему идете. Сами понимали, к чему стремитесь. Сами понимали, чего желаете. Сами понимали бы, чего ждете, чего ожидаете от данной ситуации и от самого человека. Поверьте, постарайтесь поверить, так оно будет лучше. Для вас и для самого человека. Самого человека. Ага. Что же. Дальше. Следующий важный момент. Что вы можете сделать для того, чтобы, значит, человеку помочь научиться. Да? Научиться общаться. Во-первых, разговаривать с ним. Разговаривать с этим человек на темы, которые для него являются интересными, комфортными, удобными, где человек может себя, например, раскрыть, где человек может себя показать и так далее. Это первое. Второе. Человек, который, ну, не готов общаться, человек, который не может общаться, боится общаться и так далее. Он, как правило, имеет скрытую установку, что я не достоин, я не могу, я не хочу сближаться. Я боюсь. Поэтому, в зависимости от того, что человек говорит, вам, самой, нужно ему помочь в этом. То есть постараться убедить его в том, что это не так. Совершенно не факт, что у вас получится. Совершенно не факт, что вы сможете. Но, по крайней мере, попытаетесь и, по крайней мере, может быть, может быть, кто-нибудь из этого выйдет. Также перед человеком необходимо, ну, или, по крайней мере, желательно, ставить задачи. То есть, чего ты хочешь, что тебе нужно, куда ты стремишься, например. 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 Вот. И это тоже важно. Если вы сможете определить, к чему стремится человек, чего человек хочет, что ему интересно, то вы сможете помочь ему, вы сможете помочь ему разобраться в его трудностях. А это значит добиться улучшения. Но только, если вы действительно преследуете эту цель. То есть, если вы действительно преследуете цель, ему помочь. Если вы представляете действительно цель, научить его взаимодействовать. Тут, правда, вот есть такой момент, да, что, собственно, а для чего вам это нужно? То есть, зачем? Вот. Лично, лично вам. Лично вам это зачем? Вот. Ну, это, об этом я уже говорил. Да? Об этом я уже говорил. А вот, в принципе, то, что можно вам по данному вопросу сказать. Да. Понимаю, что это немного. Значит. Понимаю, что, наверное, вы хотели бы больше. Но и вы постарайтесь также понять, что в психологии существуют некоторые правила. И одно из самых главных правил заключается в том, что нельзя помогать человеку, значит, если он этого не хочет. И нельзя помочь человеку вот именно на расстоянии. То есть человеку можно помочь только если с ним действительно реально работать. Ну вот. И, к сожалению, нельзя помочь, если с ним не работать. То есть через третьих лиц помощь психологическая не оказывается. Ну, по крайней мере, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, соция, соция, она именно такая, и я могу понять, что вы хотите помочь своему молодому человеку или другому человеку какому-то, я понимаю, вот. Ну, имейте в виду, что у этого есть породные камни, которые необходимо учитывать, вот. Иначе вы, как и сказал мой коллега, можете сделать только хуже, только хуже, вот. Как можно больше старайтесь на человека не давить при взаимодействии с ним. Потому что, если вы будете на него давить, если вы будете, если он почувствует, что вы на него давите, то ситуация ухудшится. То есть, и с помощью, вы, из помощника, вы превратитесь в, ну, в агрессора, в подавителя какого-то, да, что вряд ли соответствует тому, с чего вы хотите. Ну, для себя, я полагаю. Вот. Так что, вот так, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.